Добрый день, друзья! Сегодня у нас рассказ «Бабушкин садик», написал его Сергей Георгиев. Вообще-то, свой детский сад Санька всегда любил. Но вот однажды вечером он ни с того, ни с сего заявил, «Я в садик больше ходить не стану. Никогда, никогда!» «Это почему же ты так решил?» – удивилась бабушка. «Да, надоело!» – просто объяснил Санька. «Потому что я уже вырос. Замечательно! Неожиданно очень!» – обрадовалась бабушка. «Вот и правильно! Вот и не ходи!» «Это ты хорошо придумал, Санюшка! Смотрите, мальчик Саша и бабушка. Катает Саша бабушку на саночках таких. Бабушка тут же позвала Санькиных маму с папой. «С завтрашнего дня?» – торжественно сказала она им. «Я на работу не хожу. Мы с бабушкой дома играть будем», – сказал Санька. «Нет!» – покачала бабушка в воздухе пальцем. «Дома я не останусь. Я на свою прежнюю работу не пойду. А буду работать в детском садике ребенком. Вместо нашего – Саньки. Запишусь в среднюю группу». «Вот как!» – почесал в затылке Санькин папа. «Завидую. От всей души завидую. А Санька?» – ничего не поняла мама. «Санька у нас уже вырос. Что ему в детском садике делать?» «Нетерпеливо махнула рукой бабушка и вытащила свой рабочий красный блокнот». «Значит так. С самого утра я вдоволь наиграю с прятки, с Костиком, Наташей и Леночкой. «Бабушка, а я?» – напомнила себе Саньки. «Санька, ты, Санька, заберешь меня вечером из садика». Подняла глаза от блокнота бабушка. «Приготовишь ужин», – напомнил папа. «Поменяешь Жене. Поможешь Жене выучить уроки», – добавила мама. «Так и у меня», – продолжала бабушка. «Катание с горки, игра в снежки, затем с игроком. Лепим снеговика. Нет, двух снеговиков. Потом раскрашиваем картинки. Это уже после прогулки. Затем бабушка», – Санька робко тронул ее за локоть, – «бабуля». «Но это еще не все». Бабушка радостно сверкала глазами. «Впереди самое главное. Бабушка, я боюсь, тебе не справиться», – грустно вздохнул Санька. «Ты знаешь, как это трудно слепить снеговика. Тем более двух». «Что же делать?», – задумалась бабушка. «Я знаю», – сказал Санька. «Я тебе помогу немного. Только в самом трудном. Ладно уж. Я вместо тебя пойду в садик». По воскресеньям, когда они всей семьей по дороге в парк проходили, мимо знакомого заборчика, Санька всегда с гордостью говорил, «Знаете, это ведь бабушкин садик. Да, а я сюда хожу только так. Бабушке помогаю». Видите, какой хитрый мальчик Санька. Сначала не захотел идти в садик, а потом, когда бабушка решила с ним поменяться, чтобы она в садик ходила, с горки каталась, играла, рисовала, а он дома варил, всё убирал, готовил и потом приходил забирать бабушку. То он тогда раздумал, лучше снеговиков лепить. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok